Добрый день, уважаемые слушатели, добрый день, в эфире Финам ФМ Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы – деофшоризация в глобальной экономике, что это, эмоциональная реакция в кризис или некая новая реальность. То есть мы поговорим сегодня, я надеюсь, наиболее широко, именно на предмет офшоров и позиции многих руководителей, многих экономик, многих стран, позиции по этому поводу. Я представляю своего гостя в студии «Сухой Остатка» сегодня Эдуард Савуляк, директор московского офиса компании «Текс Консалтинг ЮК». Добрый день, Эдуард. Добрый день. Ну что ж, и давайте сразу мы начнем с вами разговор. Если позволите, ну, от печки, что называется, потому что для многих наших слушателей эта тема, может быть, не слишком актуальна, слова знакомые, не совсем, может быть, понятны. Давайте так построим нашу беседу. Я вас попрошу в первую очередь рассказать, в принципе, да, а что такое офшор, его необходимость или его привлекательность с точки зрения каких-то экономических процессов. Вот об этом, пожалуйста, расскажите, Эдуард. Ну, если кратко. Для начала, что офшором принято называть в России? В России принято... Извините, я поправлюсь. То есть, то, что принято называть офшором в России, не совсем соответствует тому, что называют офшором? Да, и мы про это скажем. Значит, так, базово в России офшором называют компании из юрисдикции, которые двум параметрам являют. Первое. Налог на прибыль в этих юрисдикциях больше, чем наполовину, меньше, чем в России. То есть, условно, от 10% и ниже. Соответственно, ноль, естественно, тоже подпадает, да? И второе. Эти юрисдикции не обмениваются с Россией информацией о налоговых нарушениях. О! И таким образом у нас до конца прошлого года офшором числился тот же самый Кипр. С этого года офшором не является, да? До сих пор офшорами числится и Гонконг, и Монако, соответственно, и ряд других юрисдикций, у которых и ставки достаточно высокие, там, в Гонконге 16,5, допустим, да? Но другому параметру не соответствуют, с нами не обмениваются, и есть территориальный принцип налогообложения. То есть, в зависимости от того, где работаешь, налоги плачешь или нет. Ну, то есть, с этой точки зрения, извините, логично говорить, да? Тогда ведь мы с вами знаем прекрасно, что для подавляющего большинства обывателя, по крайней мере, слово офшор ругательное. То есть, все говорят, да, вот если я в офшоре, значит, я враг Российской Федерации, потому что я что-то там затеял не то. Ну, получается, что основания для этого есть. Потому что в офшор я ушел для чего? Чтобы платить меньше налогов России, для того, чтобы информацию определенную от властей скрывать. Это правда получается? Ну, смотрите, в целом, с одной стороны, согласиться с этим можно. Я говорю, вот это позиция Минфина. Почему мы от него и пляшем, потому что он все-таки законодатель моды у нас в этом. Но зачастую, когда слышишь то, чем называют, вернее, что называют офшором по радио, по телевидению, соответственно, наши первые лица, вторые там, или губернаторы и т.д., то складывается впечатление, что офшором называется любая юрисдикция, лишь бы это была не Россия. И зачастую то, что там ставки выше, чем у нас, это никого особо не волнует. То есть мы знаем, в свое время наш председатель правительства ругался и на Нидерланды, где ставки 25% странно офшором называют. Соответственно, если говорить про другие страны, часто достается Швейцарии, часто достается Ирландии и т.д. Поэтому... То есть, с одной стороны, это юридическая иная, но логики открывать там офшором никакого нет. Никакого нет, там заплатите вы, да, конечно, гораздо больше. Там все должно быть прозрачно, потому что это... И более того, там налоги антиопшорные, как ни странно, зачастую развиты гораздо больше, чем в России, антиопшорные законодательства есть и т.д. Поэтому, в целом, иногда у нас все-таки в России офшором называют то, что офшором не является. Как раз вот, может быть, целью а-ля поругать, напугать и т.д. С какими-то вот такими целями. Да-да-да, приструнить. Далеко не налоговыми, да. Ну и опять же, что еще иметь в виду себе необходимо? Зачастую, вот опять же, у нас, ну как-то слишком поверхностно относится к этой теме, ну допустим, увидели, что какая-то компания имеет головную компанию на Кипре. Или в Голландии, или в Швейцарии и т.д. И, соответственно, из этого сразу начинаются такие далеко идущие выводы о том, что там человек что-то прячет, что-то украл, что-то не заплатил и все остальное. Надо не забывать, еще раз, то, что компания иностранная владеет компанией российской. Во-первых, это... Это нормально. Она вложила деньги в Россию для начала. То есть для того, чтобы владеть, надо купить. То есть она для начала деньги в Россию вложила, а уже потом, когда она заплатила в России все налоги, она может выплатить туда их в виде дивидендов еще и с налогового источника. То есть все заплатят, грубо просто, 20%, а они заплатят 20% и минимум 5%, а некоторые еще и 10%, то есть 25-30%. Поэтому, другими словами, если уж говорить про то, кто больше платит, то при прочих равных условиях, как ни странно, платят те, у кого есть зарубежные компании, по большому счету любые. Если это даже будет там нелюбимые, особенно бивяйки, сейшелки, бельгизы и прочее, то, естественно, с этими юрисдикциями у нас вовсе соглашения об избежании нет. И ставка тогда будет налогового источника не 5, как для Кипра, не 10, как для Англии, а 15. То есть люди для того, чтобы выгнать туда деньги, заплатят 35%. И, очевидно, наоборот, на себе задавать вопрос, что же в России, может быть, делается такого недостаточно благоприятного для инвесторов. Что даже... За такие деньги они готовы удрать туда. А, кстати, вот вопрос как раз у меня созрел, да, слушая вас. В чем причина, да, что даже люди идут на заведомо невыгодные экономические условия, но, тем не менее, все равно стараются только бы не в России. Вот, к сожалению, основная причина, по которой все-таки регистрируются, я бы так сказал, не обязательно слово офшоры, а регистрируют наши российские компании с пропиской там, за границей. Еще раз, Кипр, это будет Голландия, Швейцария, Англия или остров Джерси. Соответственно, это уже вопрос выбора сугубо индивидуальный. Но основная причина, к сожалению, А, в том, что у нас, чем больше предприниматель становится, тем больше он на себе ощущает пристальное и негативное внимание, как со стороны конкурентов, так и, к сожалению, со стороны так называемого админресурса. И он для того, чтобы просто, ну, скажем так, функционировать, да, и жить спокойней, вынужден прописываться там. Вот. То есть основная причина, так как в России он, в том числе и в судах, в случае чего, какие-то свои акционерные дела разобрать не может, мы видим, а-ля там Березовский Абрамович судился там, да, и до этого до них тоже подобные суды были. Это вот как бы первый момент, и, на мой взгляд, он самый главный. То есть мы видим, он совершенно не налоговый, он связан с тем, чтобы то, что человек заработал, он при необходимости мог в суде отстоять и надеяться, что все-таки его мнение будет услышано. Может быть, он проиграет, но сделал все для своей победы, да. Это вот как бы первый момент. То есть, если позволите, на какую-то справедливость человек надеется. Да. Здесь он ее не видит и на нее поэтому не надеется. Да. А там он все-таки в поиске справедливости. И если, опять же, обратить внимание, вот у нас буквально, мне кажется, недели 3-4 назад был последний раз такой эмоциональный сплеск по поводу там, девшеризации и все остальное, как раз речь шла в контексте девшеризации не о том, что у нас там выгоняют миллиарды денег за границу. Не про это речь была. А речь была про следующее. Необходимо, наконец, разобраться, словно, кто за каким аэропортом стоит. Кто, соответственно, какую там финансово-промышленную группу регулирует и т.д. Что вот если вы... Назвать фамилии, нужно назвать фамилии. Да. И, заметьте, никаких претензий не было, что вот и потом мы по этим фамилиям пройдемся в контексте, где там потеряный миллиард, условно. Нет. Нет такой связи, да. Поэтому, к сожалению, по-прежнему интересуют имена, пароли явки в первую очередь, да, и все остальное. И вот именно это люди находят там. Если же мы говорим как раз о том, что интересует всех за границей, то есть, ну, не только России не нравятся офшоры, и, как ни странно, в Англии, видимо, тоже люди там и офшоры приобретают, и не офшоры, и все остальное, да. И, казалось бы, если наши идут в Англию, а англичане идут куда-то в другое место, так а что ж мы туда не идем? Совершенно верно. Там же лучше. Ну вот, там как раз вопрос с тем, что нет недоверия, грубо говоря, к судебной системе или нету, он отсутствует, он действительно все с ним нормально. Но вот как раз в Англии, где-нибудь в Америке, в Германии, ну, и практически во всем мире, на том же самом Кипре тоже есть налоговые уклонисты, да, не надо думать, что там все хорошо. Там как раз ребята приобретают офшоры и различного рода другие нерезидентные компании. Кстати, кто сказал, что у нее приобретают русские? Российские компании также приобретают. Получилось. У нас еще какой бардак. Если положить руку на сердце, всем хочется узнать, кто же стоит за какими-то там мифическими британскими-вергинскими островами, а давайте вопрос задим. Мы отлично знаем, кто стоит за банальной ООО «Ромашка», за обычной российской компанией. Совершенно верно. Мы также ничего не знаем. Поэтому кто сказал, что какие-нибудь продуманные американские налоговые уклонисты не прячут деньги здесь. Как бы это ни бредово звучало. В конце концов, у нас достаточно неплохая банковская система. И мы все понимаем, чтобы не было то же самое Сбербанк или ВТБ, он не ляжет никогда. Поэтому стратегия держать деньги, как ни странно, в российской кубышке, в подобного рода банке, она иногда может срабатывать и не факт, что ей не пользуется. Ну вот. Поэтому за границей как раз, да, ашорами увлекаются те, кому есть что скрывать. В первую очередь, физлица в меньшей степени корпорации. Но вот мы видим, опять же, на примере и Гугля, и, соответственно, проблемы у Великобритании. На примере Старбакса и прочих. Несмотря на то, что, естественно, крупные корпорации работают достаточно продуманно, естественно, в том числе и заранее получив согласование своей схемы работы налоговой инспекции, тем не менее претензии к ним возникают из области такой, что так платить мало, просто унизительно. Вы такие деньги зарабатываете, да? Да. То есть, такой немного а-ля колхозный подход из области... Ну, он присутствует. Да, так давайте все-таки как-то по справедливости, да, тут вы зарабатываете у нас, а платите мало, да? Вот с этим как раз борются там. То есть, там борются как раз а-ля, ну, так это назовем грубо, с торговыми схемами, да? То есть, как раз с тем, что вроде в Англии заработали, деньги ушли в Ирландию, оттуда удрали на Багамы, и все по-честному, так надо как-то это прекратить. И вот там как раз, в отличие от нас, на мой взгляд, более эффективен в данном случае подход, там как строят. Ну, грубо говоря, в Индии. Я прошу прощения, мы прервемся ненадолго, послушаем новости на Финам.ФМ и потом продолжим. Итак, мы продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Эдуард Савуляк, директор московского офиса компании Tax Consulting UK. Мы обсуждаем проблему деофшеризации в глобальной экономике. Что это, эмоциональная реакция в кризис или новая реальность? Кстати, слово само, деофшеризация, и трудно выговаривается, и трудно осмысливается, собственно, да? Эдуард, давайте продолжим. Вы достаточно подробно нарисовали, что в представлении россиянина, да, офшор, а что в представлении иностранца. Какие-то другие, видимо, детали вкладываются в это понятие. Ну, с одной стороны, детали приблизительно у всех одинаковые, то есть все офшором называют то, где налоги платят меньше, чем у них. То есть, условно, если у нас Кипр был в свое время офшором, то на Кипре, как ни странно, тоже есть понятие офшора, и там офшором называется, где ставка в половину меньше, чем на Кипре, то есть, грубо говоря, от 5%. Поэтому сейшелы на Кипре, а-ля, там, так же не нравятся, как и в России, да? Но при этом я обознать еще хотел какой момент. Вот если мы говорим про борьбу, и у нас борьба такая немного напоминает, ну, борьбу словесную, хотя и, безусловно, такую немного щипающую нерву, естественно, кому-то, да? Ну, вот. Ну, как показывает история, достаточно слова, да? Да. Умело брошенного, что... Компания идет в пике сразу. Вот именно, да, рынок сразу падает на 30%. Ну, вот. То за границей, в принципе, поступает, на мой взгляд, достаточно просто, а простые методы, как ни странно, самые эффективные. То есть, допустим, Индия в свое время, вот, наверное, года три назад поступила, ну, на мой взгляд, очень, очень как-то адекватно просто. То есть, другими словами, да, сформирован первый обшорный список. Он есть в любой сейчас стране на текущий момент. Второе. Любая выплата в пользу этого обшора, то есть, там никто не борется, они как у нас вот бегают, а, ты попробуй заплати, а вот заполни такой паспорт сделки, а теперь вот эти дай пояснения, то и все, и там какими-то мучениями все это проведи. Нет. Если ты хочешь заплатить на страну еще раз на список обшоров, во-первых, 30% налог у источника, во-вторых, это не будет относиться на затраты. Все очень просто. И другими словами, понимаем, если хочешь из Индии выгнать деньги, а-ля на BVI или там в Гонконг или еще куда-то, что у нее офшором является, вот 50 до 60% заплати сверху, и деньги ушли. И радуйся в жизни. И поверьте мне на слово, в Индии нет антиофшорного регулирования, ну, в данном случае как такового, конечно, их нет. Да, они сразу удрали. Что-то подобное давно уже достаточно изобрела Венгрия, там 30%, да, но не по всем операциям, а по таким вот наиболее сомнительным, там, ариа, за маркетинг-консалтинг, да. Что-то подобное, наверное, лет 10 назад появилось в Латвии. То есть, если вы, условно, поставляете китайские кроссовки не от китайской компании, а от Гонконга, как принято у нас в России, 15% заплати налогоисточника и все. То есть, латышам этого достаточно, да. Та же самая Украина, как ни странно. Казалось бы, она, многие вещи повторяют за нами, но тут она нас обошла уже, наверное, года на три. Точно так же выплаты и 12,5%. Будьте любезны. Да. Вот у нас, как это говорят. Эдуард, ну, смотрите, Индия, Украина, Латвия, ну, понятно, да, мы говорим о примерах, тем не менее, ни Соединенных Штатов, ни Британии, условно говоря, в этом списке не появилось. Они, ну, и позицию это занимают. Посмотрите, опять же, если вот смотреть на эту проблему под разными углами и вот так смотреть, вот кто-то борется с офшорами словами, кто-то борется с офшорами ставками, а кто-то, может быть, с офшорами борется, я бы так сказал, даже не словами и делами, а больше на словах и не очень бороться хочет. И, как ни странно, вот мы сейчас вышли как раз на те страны, которые, на мой взгляд, могут от офшоров камни на камни не оставить уже, ну, условно, сегодня. Им для этого ничего великого делать не надо. О чем мы говорим? Мы говорим о том, а зачем бороться с мифическими какими-то островами, которые там в глаза большинство вообще не видело, и никогда там в жизни не полетит и не появится. То есть, когда эти острова работать не смогут без чего? Без банковского счета. А банковский счет разве на Сейшелах открывается? Разве где-то еще? Ну да, Кипр было счастливое исключение, но сейчас мы видим, оно тоже уже правилом стало, да? Так вот, а где же открывают счета? А счета открывают в основном в европейских и американских банках. То есть, другими словами, если вдруг в Великобритании или Америке, или Германии и т.д. вдруг слишком офшоры на самом деле подойдет, достаточно сделать только одного. Сказать, так, в нашем банке больше, чтобы ни одному офшору счет не был открыт, а которые закрыли, собирайтесь и уходите. Ну, заблокированы, там, это могут быть нюансы, да? Что мы вас обслуживать не хотим. И куда же они пойдут после этого? Поверьте мне на слово, да кому нужен Сейшелка или, там, условно, Кипр или что-то еще, если счета нельзя открыть? Не в кармане же деньги понесут. И на этом все. Поэтому вот этот нюансик на самом деле и имеет место быть. И многие известные весьма консалтельные компании, международные, естественно, да, как минимум, я знаю, до кризиса в 2006 году впервые начали делать подобные исследования и увидели, что львиное большинство подобных, а-ля, назовем их, сомнительных и нехороших транзакций в пользу офшоров происходят вовсе не через Швейцарию плохую, не через Кипр, не через Латвию, которую часто пугают и там ругают, да, а как раз банки американские, английские, немецкие и т.д. Причем огромный плац проходит. Вот, условно, через Америку и Англию проходит, наверное, процентов 80, остальные 20, все остальное. Там, естественно, какие-то 3 копейки есть, и швейцарские, и кипрские, и австрийские, и латвийские. Но это 3 копейки в сравнении с тем. Мы же понимаем, ни один доллар не может пройти мимо американского банка. Он может пройти через 10 банков, но все равно пройдет там. Если там бы его не пропускали, он бы никуда не двинулся. Поэтому тоже здесь есть некоторый нюанс, да, плюс мы еще должны что-то учитывать. Вот офшоров, в том или ином понимании, их порядка 50. Если вопрос задать, а вот у офшоров есть еще какой-то признак общий есть, это бывшая мама Великобритании. Они же, по большому счету, все зависимы у ее территории. И, как ни странно, немногие, опять же, это знают. Вот все думают, офшоры там очень хорошо живут от того, что регистрируют компании, получают какие-то свои 3 копейки. На самом деле, им зарабатывать вообще больше не на чем. И они до сих пор ходят с протянутой рукой в Великобританию и получают там, условно, 50 миллионов каждый год на бедность. А иначе не прожить. Так вот. То есть, другими словами, Великобритания сама каким-то образом поддерживает офшоризацию? Как минимум, она им не особо пытается мешать. То есть, она старается, чтобы ее граждане там не баловались. То есть, что касается Великобритании, информацию ту же самую из любого офшора, как и Америка, мы понимаем, и Германия, получить может интересующую ее легко. А то, что, видимо, не особо может получить тот, а другой, в том числе и который, может быть, и не очень хочет с ней бороться, на самом деле, это их интересует постольку поскольку. То есть, разговор поддержать на эту тему могут, но помогать особо, видимо, тоже никому не собираются. Вот так. Здорово, здорово. Ну, и в этом случае можно сказать, да, что вот пресловутая борьба за деофшоризацию, да, ну, или компания, которая сейчас, может быть, даже поднялась по всему миру, это в какой-то степени блеф, блеф. Нет, ну, не то, чтобы блеф, на мой взгляд, тот, кто действительно с этим бороться хочет, он, как ни странно, мы видим, раз-два я уже многие вещи сделал, и для Индии это неактуально, просто неактуально для них. Они не понимают, о чем кто-то там говорит. Они этот вопрос решили. А кто-то другой, может быть, просто, вот, говорит вот эти общие слова, а на самом деле решает какие-то свои вопросы, да. То есть, я не говорю, что это плохо знать, кто за кем стоит в своей родной стране. Это нормально, да. Но если не получается это какими-то способами одними, вот мы видим, пытаются способом другим, да, про то, что вы переведите собственность на российские компании, так говорят. И мы, условно говоря, дадим деньги на какие-то инфраструктурные проекты. То есть, а-ля такой торг уже получается, да. Ну, вот так. Да, да. Ну, торг в данной ситуации, наверное, это, я бы сказал, не эксклюзивный, да, случай такой. Мы очень часто, да, для решения каких-то стратегических задач видим, что и ищется компромисс. Ну, вот еще один такой конкретный пример. Хорошо, давайте вернемся тогда вот к этой теме, заявленной достаточно, ставшей еще более актуальной, да, несколько недель назад, когда президент уже, да, собственно, объявляет, собственно, открытым текстом, да, произносит открытым текстом, что нужны некие меры по деловавширизации российской экономики. В частности, вот я сейчас прочту, к 2015 году почти все первичные размещения акций российских компаний должны проводиться на нашем внутреннем рынке, да, с сравнением с 2011 годом этот показатель равен 6%. Дальше должны размещаться до половины компаний с СНГ, сейчас этого нет вовсе, тоже такой интересный момент. Далее, на отечественной фондовой рынке должно приходиться более 90% объема торгов, ценными бумагами российской компании, сейчас это 50%. И в ценные бумаги компании, тоже отдельная история, я сейчас даже подчеркну, хотел с вами обсудить, в ценные бумаги компании должно быть инвестировано около половины пенсионных накоплений россиян, сейчас это 1%. В акциях будет, наконец, примерно 15 средств российских резервных фондов, ну, опять-таки, видимо, когда эта программа будет выполнена. Ну, два слова буквально до следующих новостей. В целом, как вы вообще оцениваете вот такой подход, такую позицию? Вот в целом, заметьте, как конкретика сразу расставляет приоритеты. То есть мы еще раз увидели, то, с чем борется весь мир, у нас вообще задача другая. То есть по-русски это обозначает не диапшеризацию России, а... Решение конкретных задач. А чтобы Россия, а, видимо, в частности, Москва, стала одним из мировых финансовых центров, о котором мы столько говорим. То есть мы увидели пункты, как у нас должны размещаться. Ни слова нигде не скажено, меньше убегать за границу, больше возвращаться и т.д. Создавать условия для того, чтобы здесь размещались. То есть фактически речь вот именно про это. Про поводу исполнимости, честно скажу, ну, как минимум странно тут что-то комментировать, да? Потому что, опять же, российские компании там размещаются не из-за каких-то там странных побуждений, за то, что тут денег нет. По большому счету, вот зачем нормальному человеку ехать куда-то в Лондон, огромные деньги тратить на отчетность, на продвижение, когда мне здесь могут дать деньги? Ну, проблема вся в том, что здесь-то деньги некому давать. Если у нас действительно был бы избыток денег, все наши разместились, я уверен, не надо загонять сюда страны СНГ, они бы сами сюда пришли. По большому счету, а кто сказал, что там за границей какие-то неадекватные люди, они бы к нам приходили деньги получать. А так, наоборот, мы видим, наши все крупнейшие предприниматели носятся по всему миру, от Лондона, Америки до Гонконга, в поисках шибить лишнюю деньгу, которую в России получить они не могут. И проблема как раз в этом, да? Да, ну, как мы увидели, абсолютно все заявленные пункты нигде не сказано, вот я ожидал услышать, что будет сказано, в России будет прописано слово бенефицар. Любят же говорить, раскройте бенефицара. Да, и все сразу станет... А что это такое, до сих пор большая загадка. То есть вот на самом деле, мне вот просто интересно, вот придет кто-то и скажет, я Иванов, бенефицар вот этой компании. Во-первых, непонятно, кому он это скажет, налоговым органам скажет, ему это не надо. А кому, может быть, проохранительным они вообще, это не их тема, да? Абсолютно. Эдуард, я прошу прощения, сейчас еще раз прервемся, новости на Финам.ФМ и потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем тему деофшеризации в глобальной экономике. И в гостях у меня Эдуард Савуляк, директор московского офиса компании Tax Consulting UK. Окей. Вернемся, да, интересная деталь такая, действительно, кто такой бенефицар, ну, с точки зрения обычного... Не, ну, с одной стороны, вот, если мы смотрим какую-то западную практику, бенефицаром называют истинного владельца, там, выгодоприобретателя какой-то компании, да? То есть мы понимаем, что зачастую, когда компания стоит больше, чем из одного человека, есть такой функции, как директор, есть акционер, а есть истинный выгодоприобретатель, да? То есть вот три могут быть это лица в одном, или три разных, или два разных, и т.д., да? Или несколько, как бы, разных. Кто сказал, что один бенефицар может быть, один акционер или один директор, да? Так вот, бороться с офшорами без этого понятия, на мой взгляд, как минимум странно, потому что... Ну, а как можно предъявить что-то к Иванову, когда вот есть офшор, директор Били Бьем, условно, акционер Василий Алис? А кто такой Иванов, которому вы что-то хотите предъявить? Поэтому с этим разобраться, безусловно, надо, да? Второе, вот тоже, как бы, важный нюанс. У нас не благодаря, опять же, а вопреки тому, что у нас происходит, так получилось, что произошла утечка информации по Британским и Виргинским островам, одному из таких махровых офшоров, которые используются часто в России, и по другим еще юридикциям. В том числе докатилась эта волна и до России. Вначале там было четыре имени, потом имен стало больше. Но, опять же, заметьте, впервые это было в середине марта, второй вал, как бы, мне кажется, был уже месяца полтора назад, а вот он и не там, может быть, кто-то слышал, я не знаю, может, я один не слышал, о том, чтобы хотя бы к одному из подобных раскрытых, там, причем, не обязательно бенефицары, там кое-где были и директор, и акционер, вполне укладывается в российское понимание, а-ля чего-то, да? Были просто акционеры, были заявлены люди, ну, как правило, именитые. По некоторым людям даже цифры были. 260 миллионов рублей в том числе было заявлено, что там проходило, да, выплата дивидендов и все остальное. Заметьте, не последовало никакой реакции со стороны никаких властных структур, самое главное, видимо, налоговых органов, да? Вопрос тут, к сожалению, не в том, что налоговые органы это проспали, или что, как бы, что мы тут будем реагировать на какие-то записи в интернете, там, да, на заборе или там блогера кого-то, да? Хотя мы знаем, у нас иногда реагируют. Ну, условно, и причем очень, да. Ну вот, но здесь реакции никакой. И тоже вопрос, а в чем дело? То есть не дорабатывают? Совсем как бы расслабились или в чем? Нет, дело немного в другом. Оказывается, в нашей-то стране, несмотря на то, что на каждом углу говорят про дешевизацию, владеть компаниями-нерезидентами не запрещено. Это же действительно не запрещено. Никто ничего не нарушил. Если он купил акции доли, там, бивяйки какой-то, да? Чем она отличается от акций доли Кока-Колы или Газпрома? Ничем. Вот он и купил. Соответственно, второе, быть директором там, ну, на мой взгляд, это как раз нюансы есть. На мой взгляд, мы видим контролирующих органов, тоже реакции пока не видно, да? Ну вот. Но зато становится понятным. А почему не суетятся эти люди, которых раскрыли? Обычно же, когда есть кому что скрывать, вот он как-то себя очень уютно чувствует. А все себя чувствуют, опять же, уютно. И более того, складывается впечатление со всеми, вот с кем поговорить удалось, что они, во-первых, этого не скрывали. Во-вторых, никакой реакции нет, а потому что все это все знали. И с ними это, опять же, согласовано. И теперь самый главный вопрос. А как вообще такое может быть? С одной стороны, а-ля дешевизация, с другой стороны, вот тебе, бивяйки, имена, пароли, явки, и вроде все так и надо. Но реакция, да? А все, оказывается, дело в чем? В том, что подобные лица специально туда вставали акционерами, полученные оттуда доходы декларировали, с них платили НДФЛ в России. Как бы это ни странно, для большинства звучало, но самая главная ставка. 9%, а не 13%. То есть, другими словами, людям это было реально экономически интересно. И, естественно, интересно нашим налоговым органам. Большинство вообще нисколько не платит, а тут 9 заплатили. Пусть не 13%, но вроде бы все по-честному. То есть, вот подход наш российский. Если же мы посмотрим, к чему привели подобного рода публикации за границей, то мы увидим там, условно, при смерти какая-то испанская принцесса, которую там распознали. Разомлачили, да. Увидели, что там уже чуть ли не посажены 700 каких-то бедных тайцев, которые там где-то что-то делали. Там совершенно незавидная ситуация у американцев, немцев, французов, англичан и т.д. И вот, опять же, складывается хороший вопрос. Так это почему? У нас вроде ничего страшного, а там такой ужас-ужас, да. А вся, опять же, проблема в чем законах. В том, что у нас в России нет закона о контролируемых иностранных компаниях. И мы видим, бороться даже с такими вот принесли на блюде. Очевидными, да, вещами. Да, невозможно. А за границей это есть. То есть, у нас речь идет про то, что... Так это Бивяйка получила миллиард. Мне это разве распределили? Покажите. Нет. Почему я должен платить? Это наш подход. По-нашему он верный. Но за границей подход следующий. Дружище, ты в этой компании основной владелец. Вот в разных юрисдикциях считается основной. Где-то 10% достаточно, где-то 50%. Но мы же знаем, наши все на 100% стоят, да? То есть, подпадают везде. Соответственно, если ты больше, чем на 10% владелец, и у компании миллиард пришел, ну, кому ты рассказываешь, что ты этим миллиардом не пользуешься. Поэтому вот эти вот как бы распределения уже технические, оставьте себе, мы ждем заплаченные НДФЛ с миллиарда. И вот тут мы понимаем, да, что есть за сердце схватиться, когда вот это стало явным, вдруг где-то, да? У нас хвататься нет. Это было, что пока у нас поэтому не появится подобного рода закона. Раз, соответственно, понимание, кто такой Бенестрар-2, говорить про какие-то в нормальном мировом понимании, а-ля борьбу с офшорами, не приходится. Но мы еще раз видим, у нас, судя по вот зачитанному, так вопросы не ставятся. У нас фактически говорят о том, что мы хотим убрать конкурента. Вот нам надо, чтобы наши компании размещались в России, условно, на российской бирже, чтобы сюда приходили еще наши как бы сопредельные государства. И если так будет, нам офшоры не помеха, грубо говоря. Да, да. Все хорошо, задача решена. Да. Да. Так, Эдуард, вот такой вопрос, если можно, чуть детальнее, чуть подробнее расскажите, пожалуйста. Некоторое время назад мы, мировой общественности, будоражили события на Кипре. Кстати, события вполне, я бы сказал, вполне однозначные, что ли, да? Потому что то, что произошло там, явилось неким прецедентом. Дальше мы все это моделировали, переносили на еврозону в целом, а потом, может быть, и на весь мир. То есть, да, как-то отношение уже к самой финансовой банковской системе поменялось в сознании. А только на этом фоне вот выросли, возникли разговоры вокруг офшоров, что Кипр это офшор, и, собственно, в какой-то степени то, что там произошло, это оправдывает. Ну, наверное, вряд ли можно так говорить. Так вот, если можно поподробнее, что, по большому счету, произошло на Кипре-то? Не, ну, на Кипре, на мой взгляд, то, что произошло с офшором или не офшором, это не связано вовсе. Тем более, что мы вот сейчас-то увидели, когда время уже немножко прошло, страсти улеглись, и, по-моему, месяц назад, да, вот, или там три недели назад появилась информация о том, что, условно, Кипр был такой испытательный полигон, и теперь проблемы банков будут решаться, грубо говоря, не за счет Германии, а за счет вас, друзья-вкладчики. Поэтому, условно, трепещите те, у кого больше 100 тысяч евро на счетах там в таких-то таких-то банках. Вот, на мой взгляд, подход к нему странный, конечно, но, еще раз, мы его не обсуждаем, он такой есть, да? Да. Поэтому, еще раз, Кипр базово был полигоном, вот теперь мы видим, что, действительно, цена вопроса была 10 миллиардов, и почему Кипру не помогли, почему там завалили, условно, два ключевых банка там, и т.д., остров поставили там на грань протянутой руки, который, в принципе, до этого жил нормально, да? Вот, поэтому нюансов тут много. Самое главное, просто хочу обратить внимание на следующее. То, что на Кипре произошло, или то, что, не дай бог, на самом деле, вдруг еще и произойдет в какой-то стране Европы вот что-то подобный расклад, это ведь кризис будет сугубо, ну, я так сказал, банковский, да? Вот финансово некорректно сказать, но слово ключевое, он и не налоговый, он сугубо банковский, то есть какие-то конкретные банки, маленькие или большие, будут вынуждены решать свои проблемы вместе со своими вкладчиками, да? Вот о чем вопрос. Но, заметьте, ни одной из кипрских компаний это не коснулось, то есть не было такого, что на Кипре расы там существенно повысили налоги. Положа руку Настиса, их, конечно, повысили, была ставка 10 капотинного, стало 12 с половиной, но знающие знают, что появилось, на самом деле, достаточно много льгот по этому налогу, поэтому... То есть ее можно регулировать, да, с помощью... Да, очень, причем значений практически никаких. То есть на Кипре как 10% раньше не платил никто, так уж тем более 12 с половиной платить никто не будет, да? Поэтому, как по-прежнему юрисдикция привлекательная для налогового планирования была, так и осталась. Более того, с учетом того, что киприоты сейчас как бы, ну так, объективно, здорово обеднели, я боюсь, что сейчас там может как раз получить расцвет, но такие махровые, такие черные, ну некрасивые слова, ну скажем так, нехорошие схемы, которые раньше, может быть, заевшиеся киприоты могли себе не позволять. А сейчас будут вынуждены их идти, да? Ну вот, ну еще раз, самое главное, что те, кто работал с кипрскими компаниями, но не через кипрские банки, а мы же понимаем, это разрешено, пожалуйста, в российском Сбербанке пусть он счет откроет, швейцарском, австрийском, в каком хотите, это и можно. Соответственно, те никаким образом не пострадали. Те же, кто, ну так, просто, видимо, не особо задумываясь о происходящем, имели счет, грубо там, Бивяйки какой-нибудь или Сейшелки в кипрском банке, те на проблемы налетели, больше ста тысяч вернуть, еще раз, в этой паре банков не смогли. Другие, мы видим, пронесло просто, да, случайно совершенно, потому что упали два банка самых больших, ну вот. Поэтому, в целом, еще раз говорить о том, что Кипр там как-то смело с офшорного рынка, я совершенно не возьмусь, я боюсь, он так, наоборот, только закалился, да, так, немного он на солнышке там так расцвел, сейчас, может быть, немного его так ветром пообдуло, но он только устойчивее, от этого, так, Маруса устойчивее, грубо стал, да? Совершенно верно. А вот уж русским по-прежнему там рады, вот так. И то, о чем вы уже сказали, да, упоминание, вот эта тема сразу, да, как бы она так выросла на поверхность, после банковского кризиса на Кипре, все-таки не очень логично, да, то есть напрямую эти вещи разных масштабов, что это разные вещи, да, банковский кризис в Европе на Кипре и тема офшоров, то есть как бы напрямую мы их не связывать не можем. Совершенно не связываем, просто вот совпало так, и мы опять же видим, вот то, с чем борются наши, до Кипра вообще не помеха. Ведь обсуждалось-то, что у нас, многие наши бизнесмены, они, значит, уводят деньги, ну, опять, с обывательской точки зрения, за границу, вот сейчас на Кипр, а они попали там, ха-ха-ха. Более того, подчеркивалось, даже компании с государственным участием, и то, как это может быть, государственные компании держат деньги на Кипре, и опять вот эта тема, да, муссорилась, обсуждалась. Ну, связи... Она муссорилась, обсуждалась, но вот на самом деле нет худа без добра, получается, благодаря Кипрскому кризису, многим обывателям, им же интересно, опять же, где у кого какие деньги, кто потерял, кто не потерял, и увидели как раз, что деньги наших крупнейших олигархических структур хранились все-таки, видимо, к радости нашей в филиалах наших российских банков, в частности, вне Шторбанка, да? Ну, вот. На том же Кипре. На том же Кипре, вот это уже нюанс, почему именно там хранились, еще что-то остальное, но самое главное, это деньги наши, деньги, слава богу, не потеряны, то есть тут, я считаю, наши руководители как раз государства, которые проявили сразу политическую волю, и когда говорили, давайте пострижем на 10% всех, в том числе, грубо говоря, и откусим с вашего вне Шторбанка, да? Соответственно, наши очень возмущались и говорили, по какому праву, и, в принципе, нас услышали, стричь всех не стали, постригли все-таки только два своих кипрских банка. Кстати, интересно, ну, понятно, что здесь сложно говорить о них юридических основаниях, и тем не менее, вот возможность была такая, что всех бы постригли, включая и... А почему не было? Надо же не забывать, вот смотрите, одно дело, там, по правилам, не по правилам, правил таких не было раньше, конечно же, нигде. Да, да, да. Совсем другое дело, что вот есть еврогруппа, которая говорит, сделайте так, это же они предложили, постригите всех немножко, мы вам дадим денег. И есть абстрактные интересы каких-то там еще других, кредиторов, там, дружеские связи, там, еще чего-то и все остальное. И вот Кипру надо было выбирать, условно, что ему ближе, да, вот эту ложку ему пихают, и надо чем-то поступиться, или, соответственно, как-то иначе поступить. То есть Киприоты вначале мы видели, от ложки отказались. Да, 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 гордо, гордо. Да, гордо отказались, но вот чем это для них закончилось, сейчас, я думаю, просто виднее им, да, уже вот то или это, может быть, там, жалеют, не жалеют, но что произошло, то произошло, да. Благодаря Киприотам мы теперь еще раз видим, что везде в ЕС будет идти именно по кипрскому сценарию, что тот банк, у которого проблемы, именно его вкладчики и т.д. и кредиторы и прочие страдают. То есть понемножку, грубо говоря, чикать со всех банков португальских не станут. Вот так. Пример, в общем, явили, да, достаточно очевидно. Сейчас мы еще раз прервемся, послушаем новости на Финам.фм и потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, последняя часть нашего эфира, сухой остаток на Финам.фм. Я напоминаю, мы сегодня обсуждаем тему деофшеризации глобальной экономики. У меня в гостях Эдуард Цавуляк, директор московского офиса компании Tax Consulting UK. Эдуард, ну, возвращаясь к глобальной экономике, все-таки можно действительно назвать подобное трендом, да, трендом на деофшеризацию, на, так сказать, ну, то, о чем мы говорим, то, что мы сейчас наблюдаем, это действительно некая тенденция или просто это частные случаи? Нет, тенденция явно есть. То есть, если посмотреть еще, наверное, год на 2005, и слова-то такого практически не было нигде. После кризиса 2008 года это слово появилось буквально сразу. 2009-2010 год, это вот самые продвинутые государства, уже все сделали тогда. Соответственно, сейчас все больше и больше государств к этому подключается. Если просто смотреть на перспективу какую-то такую далекую, там, грубо через 15 лет, там, через 25 лет или через 10, так, относительно далеко, что офшора прям ни одного не останется? Я в это не верю. Останутся все. Всем жить надо. Останутся все? Все офшоры останутся, ни один не умрет. Ни на одном не будет такого, что вот были сейшелы, там, не дай бог. Повесили табличку, все закрыто. Все, офшора больше нет, теперь тут только купаться можно, да? Ну, вот, поэтому останутся все, другой вопрос, что это уже сейчас видно, и после, как бы, кипрского кризиса и все остальное, тех же самых компаний стало регистрироваться в разы меньше, то есть, вот, в чистом виде офшорных, да? Потому что в схемах таких вот тупых прямолинейных, которых они использовались еще, там, 5-10 лет назад, сейчас использовать бессмысленно, да, благодаря, там, тому или иному, там, решению, в том числе, кстати, и в России, понимаете, поэтому уже мы видим, какой-то удар по офшорам, он, безусловно, ощутимый нанесен, соответственно, ситуация эта будет только усугубляться, но, еще раз, базово, никто в мире, вот никто, нет такого государства, которое бы заинтересовано было офшоры додавить до конца, чтобы их вот не было вообще, ну, или те, кто в этом заинтересованы, у него нет такой возможности, да? Поэтому мы еще раз видим, офшоры, это прежде всего, а, Великобритания, это в какой-то степени США, это французы, это в меньшей степени немцы, вот, у них интересы есть самые-самые разные, еще раз, не к тому, чтобы там какие-то налоговые уклонисты, просто базово понимают, что если там им кислород перекрой, завтра Англия должна будет их кормить за собственный счет, это только хуже будет для всех, да? Соответственно, вот подобного рода нюансы не дадут офшорам исчезнуть навсегда. А вот эти компании, да, которые по какой-то причине, ну, точнее, вот о причинах я и хотел бы узнать, передумали открываться в офшорах, да, вы говорите, действительно, да, если говорить о статистике, стало гораздо меньше, они какие-то новые схемы ищут или они решили жить, ну, условно говоря, по-честному, они решили жить иначе? Не, ну, вот еще раз, мы уже говорили, что слово тут по-честному, не по-честному, не совсем работает, да? Ну, вот, но, как есть такая поговорка, да, может быть, там, слишком простая, вода всегда дырочку найдет, то есть, другими словами, если у кого-то заточено, ну, или ему деваться некуда, вот еще раз, в России человек всех обошел, ну, нет денег, ну, или кто есть, он ему не дает, вот куда ему деваться? Он, соответственно, видит, там, грубо, ладно, в Гонконг я не поеду, там, на Джерси не надо, в Англию там слишком для меня дороговато, ну, вот там-то, там-то, грубо, на Варшавскую биржу пойду или еще что-то, да? Поэтому, если нельзя по каким-то схемам, я сейчас не обязательно говорю про привлечение финансирования, по самым разным схемам, нельзя напрямую работать с офшором, то есть, вот, грубо, сказали на совещании, так, забудьте про вот, вот, что написано в этом списке, чтобы вас там не было, ну, отлично, в Англии будут регистрироваться, в Голландии, в Швейцарии, их нет в списке, значит, нам туда, в Венгрии, да? Кипр убрали из списка, мы на Кипр, если сказали, на Кипр все равно не лезьте, окей, мы не лезем, но все равно они в Россию пошли, и мы видим объективно, вот она причина, не за то, что там разрешили или запретили, да? В России базово собственность, к сожалению, удержать сложно, а там хоть какой-то шанс есть, я не к тому, что там беспроблемно, но хоть шанс есть, да? Второе, многие, в принципе, не хотят, чтобы их имя полоскалось не из-за того, что они что-то украли, а из-за того, что мы понимаем, вот, чего все... Специфику такую, здесь. Чего вот все боятся у нас, а жить до этого осталось нам меньше года, да? Смысл следующий, сейчас вроде бы налоговые органы не могут из банков получать информацию о счетах физлиц, а с 1 июля следующего года смогут. И все чего боятся? Ну, грубо говоря, 1 августа на горбушке будет распродажа. А вот условно вам счета Сбербанка, а вот того, сего, а вот хотите Иванова, хотите вот того, давайте покажем всех. Вот демо-версия, грубо бесплатно, да? Мы же понимаем, вот в Англии все это, видимо, тоже есть, нет, видимо, горбушки, да, или нет интереса, не знаю, чего нет, но это так вот не работает, как у нас. А у нас все только и ждут. Вот он, следующий август, вот мы себя проявим. Кто-то там уже рукава засучивает, думает, ну, я тут сейчас вот подзаработаю неплохо, да? Ну, вот. Вот они причины, по которым какие-то совершенно белые, состоятельные люди, которые там заработали эти деньги, там, не знаю, наследство получили, там, выиграли или что, они не хотят, чтобы это висело, там, не знаю, недвижимость на них, там, машина на них, зарубежная недвижимость или там счет в банке или еще что-то. Вот хотят по возможности от этого абстрагироваться. То есть кому надо, он все равно узнает. Ну, большинство, чтобы даже вот там никакие блогеры не полоскали, не до конца разбираясь с теми, кто там чем владеет и там почему и как он там украл или не украл. Пусть компетентные органы, как бы, дают свои оценки, условно, эти люди на их вопросы ответить готовы. Вот так. Ну, и если можно, давайте вернемся еще раз к российской действительности. Ну, абсолютно понятно, да, то, о чем вы говорили, что задача деофшоризации в России носит какие-то, ну, специфические такие, да, черты, задачи, задачи более, я бы сказал, да, более конкретные ставит наше руководство. Ну, в частности, на отечественный фондовый рынок, я опять напомню, должно приходиться более 90% объема торгов ценами бумаги российской компании. Сейчас это 50. Как вы считаете, на ваш взгляд, вообще-то реально этого достичь? Ну, в рамках ли деофшоризации, либо в рамках каких-то других задумок? Не, ну, на мой взгляд, деофшоризация, еще раз, это вообще отношения никого не имеет. Никакого имеет. Вот просто вот никакого, да. Вот, это раз, потому что все компании, которые у нас каким-то образом торгуются где-то на биржах, уж они точно торгуются ни сейшелками, ни бивяйками там, да, как раз из тех юрисдикций, которые в России в черном списке не числятся. Другой вопрос, что если какие-то наши органы вдруг заглядывают, что стоит за этими компаниями и видят а-ля офшоры, ну, как бы это нюанс уже немного другой. Деньги-то фактически крутятся в другом месте, да, и мы видим, что готовы, условно, наплевать, ладно, пусть будут в конце офшоры, только деньги пусть у нас гуляют, условно, там, не в Англии или в Америке, да. Вот, но опять же, бизнесмены, на мой взгляд, народ весьма понятливый. Прагматичный. Им очень просто, как бы, если показать, вот смотрите, у нас, как бы, это, во-первых, возможно, да, во-вторых, для вас понятно, даже слово дешевое, вот оно не надо. Вот, в принципе, как бы, что, вот, адекватно, как бы, все нормально, просто вот так вот делаете, и все. Вот у нас некуда, как бы, впихнуть деньги, там, условно, национальное благосостояние, там, или какого-то резервного фонда, мы их пустим на фондовый рынок. Вот сейчас там нет денег, а вот мы вам говорим, откуда они возьмутся. Вот еще раз, да. И наши сами побегут. Пенсионные накопления россиян тоже, вот, есть планы реинвестировать на российский фондовый рынок. Вот я, честно, вот эта вот ситуация с пенсионными накоплениями, мне она, знаете, вот самому не до конца понятна. То есть, с одной стороны, мы говорим про какие-то там огромные деньги, про какие-то там наши намерения что-то инвестировать, с другой стороны, всегда в голове мелькает то, что у нас дефицит пенсионного фонда. То есть, у меня такое... И у нас постоянные реформы. То есть, у меня такое подозрение, что на самом деле виртуально мы имеем миллион долларов там, да, где-то вот, нарисован на бумажке, но он проеден уже существующими пенсионерами. Да, поэтому что-то мы будем вкладывать, честно, тут вот по поводу краспенсионных денег у меня нет великих каких-то надежд. У меня подозрение, что там дырка, и все-таки туда нам раскладывать надо, из фондового рынка или другого места, да. Вот. А вот если говорить про, видимо, наши золотовалютные резервы и т.д., которые мы храним на счетах в иностранных банках, в разных валютах, которые и падают, опять же, да, соответственно, опять же, в золоте, в том же самом, которое не факт, что здорово растет или виростит. В облигации, да, тоже. В принципе, почему бы, я не говорю, что давайте все сюда запустим, но почему бы не начать немножечко пускать сюда, в конце концов уже хватит, как бы там, Америка и Европа пожили за счет наших денег, уже давайте наши хоть чуть-чуть, да, попробуют. Не обязательно, что все управления обязательно разворуют. Нет. Вот. Весь вопрос, главное, поставить этот. Кстати, пример кризиса восьмого года, когда именно государственные деньги, да, поддержали в какой-то момент отечественный рынок, он мог бы здесь тоже быть таким иллюстративным. Конечно. Конечно. Может быть, ждем кризиса опять какого-то, глобального кризиса, чтобы только в этом моменте. Ну, сложно сказать, чего ждем, но еще раз, вот базово бизнесменам, если просто показать, что, ребята, а, есть деньги. То есть не абстрактные деньги, которые, ну, наверное, будут, если вы заплатите больше науга. То есть это никому не интересно, что-то деньги есть, вот таким вот, таким образом они появятся, мы готовы вот по таким-то, по таким-то параметрам закупаться, приходите, от вас требуется, чтобы, условно говоря, структурой владела российская компания, чтобы там было написано слово Иванов как акционер, никаких, грубо говоря, бивяек, никаких там еще чего-то, вот то-то, 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 собираете вот такой комплект бумажек, условно, отчитываетесь вот здесь по российским стандартам, все, приходите. Что-то мне подсказывает, что многие, ну, конечно, может быть, с недоверием вначале, понемножечку зайдут, посмотрят, что нормально, и зайдут. Но если это, опять же, будет на уровне, как бы, ну, чего ж вы не заходите, ну, в конце-то концов, ну, сколько же мы вас будем звать. Вот смотрите, если не зайдете, мы, как бы, тогда отключим газ, ну, грубо. Ну, это, кстати, очень по-нашему, да, но не факт, что, конечно, тогда кто-то появится, или кто-то появится, так, в качестве эксперимента и скажет, ну, вот я пришел, грубо, там, 8 лет потратил на то, чтобы собрать себе бумажки и подписи, там, что-то где-то переоформить, да, к сожалению, денег привлечь я не смог, но получил, там, не дай бог, какое-то там уголовное дело от того, что там у кого-то появились какие-то вопросы, да, ну, и вот. Кстати, по поводу бумажек, Эдуард, можно говорить о том, что зарегистрироваться в пресловутом офшоре гораздо проще, чем определенные юридические процедуры сделать? Да, зарегистрироваться там, конечно, проще, это не вопрос, но я не про эти бумажки говорил, я говорил про то, что если вы хотите привлечь капитал, вы, естественно, что в России, что за границей, даже, может быть, в большей степени за границей, там должны показать абсолютно все, на все вопросы ответить, и это не за того, что это такое ужасное требование биржи, а это нормальное требование любого человека, который вам собирается деньги давать, грубо говоря, на английской бирже вас может купить хоть кто, и они хотят, что если вы на их бирже кому-то что-то продали, чтобы так потом не получилось, вы завтра скажете, всем спасибо, все свободны, да? Вот именно это отстаивается, я бы так сказал, безопасность инвесторов, да, их вложений. Поэтому это в парне нормально, главное, чтобы это не было безумно как-то и невыполнимо, да, вот как у нас иногда любят, но в целом все подъемно. Я понял. Эдуард, огромное спасибо, что вы нашли время посетить нашу студию, я напомню, друзья мои, сегодня в студии сухого остатка был Эдуард Савуляк, директор московского офиса компании Tax Consulting UK. Мы обсуждали проблему диафшеризации в глобальной экономике, спасибо вам за внимание, всего хорошего, успехов на рынке.